Продолжение следует... 31 августа, 00.17 времени, выпали перья, они даже, видите, не вытягивают, висят просто. Видно вам, нет? Вот, это что касается ванны. У меня начало сердце болеть. Я думала, с чем это связано, начала искать, и в итоге пошла на кухню на запах странный. Это у нас в санузле. Сегодня буквально звонила Ивану Владимировичу из ЖК, оставляла заявление. Я же вам сказала, смотрите, вы же не видели, все лето не было моего видео по поводу вентиляции. Они начинают это с начала сентября, где-то с 16 августа плюс-минус по май. И вот так вот они нас начинают травить. Никто не верит, просто не понимают, что им готовят. Их самих травят, поэтому этот тупизм, он буквально в комментариях под видео у меня. Их много периодически, можете смотреть. Это я в видео покажу прокуратуру. И вот здесь вот я сейчас только что вправила, она была вывернута. А вот штука, которая залезла туда и, в общем, выправила. То есть она там зацепилась, и я его обратно отправила. Я думала, пахнет с окна, да, то есть соседи думала травят. Но у соседей все закрыто. Ну, думала, может, вот эти, может, та, которая наемница внизу. Нет, у нее все закрыто. Потом думала, еще такой непонятный запах, как будто духами пахнет. А кажется, вот оно, со всех трех сторон начали травить. Но это уже надо что-то делать с этим. Это просто, я уже не знаю, или нас убьют здесь, или что-то-то будет. У меня опять одышка и боль в сердце. В силу того, что сын молодой, он эти ощущения чувствует, он немножко этот, зомби. И также повысилась на электризованность нейронной сети и волнового мозга. Также сегодня выходила, и вчера выходила, Надя, 15 минут в магазин, травили безбожно. Приходилось умываться, купаться, полностью менять одежду. Начинается зуд, ощущение того, что как будто бы пух на лице, или как, я не могу даже объяснить, как будто бы ворсеньки мелкие на лице. И когда ты умываешься и смываешь уксусом и перекисью, оно как бы так проходит. Вот пока я веду запись, у этих тварей есть, везде начинена вся квартира микрофонами и видеокамерами микро. И они все видят и все слышат, и все, что я записываю. Сейчас вот, возможно, будет втягивать. Я вижу, что немножко прижимаются перья. Вот, сейчас посмотрим еще, пока я с вами разговариваю в санузле. Потому что я, насколько знаю, они потом включают все это. Нет, нет вытяжки пока. Болтается, что-то сюда закачивает. Такое, что просто при вдыхании... Вы знаете, они в туалете же один реагент. В ванной другой реагент, в кухне третий. Надышался всем, все в крови уже у тебя, может быть, вплоть до Зарина. Или же еще что-то страшное, которое вызывает судороги, дурное состояние. А меня спрашивают, а что ты не зарабатываешь? А что ж ты, блядь, небогатая? А под небогатая, потому что вот такое бытло, которое никак не посадят в тюрьму пожизненно, или же не уничтожат, да? Оно вот такие вещи устраивает мне всю жизнь. Всю жизнь, 16 лет почти начиная. Это ужасно, это ужасно, когда начинаешь вспоминать, что только с тобой не делали, и как люди поступали. А я думала, это случайность, я думала, это судьба, я думала, я что угодно думала, как идиот, как большинство людей, которые сейчас наверняка тоже так же думают. Я просто была идиоткой. Вот, друзья, надо готовиться, это уже уголовное дело, это уголовное дело. Я вам клянусь, говорю, травить людей в квартире, последний этаж, ставить заслонку и закачивать с нижних этажей что-то такое, что... У нас внизу сосед, кстати, у него полностью отключена вентиляция, как она мне сказала, так она в курсе, значит, что кто-то подает, или она же мне подает через вентиляцию и травит. Вот видите, какая дышка у меня. Я не успеваю выздоравливать, потому что меня со всех сторон травят, и моего сына. Вот такая вот история, друзья. А почему вы думаете, это с осени, где-то с августа-середины до начала июня? А потому что окна-то закрыты, да, зимой. Холодное-прохладное время, в Санкт-Петербурге холодно, только два с половиной месяца лета максимум, если повезет, как в этом году. А в остальных случаях здесь холодно, и поэтому постоянно закрыты окна. Как только мы начинаем закрывать, меньше открыты двери окна, они теперь ни с балкона травят, ни с окон. Как только мы открываем, у нас дом подхватывает снизу вверх, это поток воздуха, и все к нам шло. А теперь уже вот с ванной, с туалета, с пухней, вентиляцией общей. Вот представьте, да, вы думаете, вас не травят, еще как травят. Вспоминайте все случаи. Журналисты об этом вам не скажут. Я этот запах чувствую. Еще, кстати, ухудшается же обоняние с этими отравлениями. Они знают, что если я вулконную дверь открою, и потом там, другим глядом. Они сидят на чеку. Люди спрашивают, зачем это им надо. Потому что вы тупые, тупые моральные, маргинальные существа. Сколько вам объяснять, не объяснять. Хотя бы к тому, что мы говорим, вы прислушаться не можете, если самостоятельно изучать не хотите. Модуляться моим голосом. На электризованность, плохое самочувствие. Сердце сильно болелось. Только что я торсионными полями стараюсь снимать. И вот медную сетку накидываю. Вот что с нами делают. То есть на нас экспериментируют, чтобы легче было, по кайфу было. И правильно, наверное, будет, что они вас собираются. Всех вот этим же методом. Потому что по-другому я не знаю, почему они все, что делают на нас, они экспериментируют потом вовне. То есть травят они нас чем-то, каким-то реагентом. Потом они через хиндрилы это пускают. Я это чувствую по запаху и по определенным симптомам. Вы не радуетесь? Вот как они, на ком они экспериментируют, на подопытных кроликах, что потом это уже массово. Но вы же не хотите понимать, вы же не хотите нас защищать, вы же не хотите эту тему раскрывать и глобально кричать «спасите нас», как у югурцев в Китае убивают, на органы отправляют. Вы же не хотите этим заниматься. Ну, значит, участь приходит, вот как в 19-е и 20-е годы показала вам. Я только, кстати, начало, разозлюсь, может быть, еще будет хуже. Не буду защищать никого, ни одну молитву не произношу. И такие, как мы, просто заткнемся, а останутся только биороботы. Я посмотрю на вас. Что вы можете вообще? Что вы можете, кроме как позу страуса становиться? Вот нас и убивают, потому что мы не молчаливые, мы не трусливые, мы не гадкие, не падкие, а имеющие совесть, оставившие свою точку зрения, оставившие свое право на счастливую жизнь. А вы нет. А вы нет. Вы думаете, если с вами это не случается, вы симптоматику не знаете, и у вас все так якобы хорошо, значит, не нужно внедряться в эту тему, не нужно изучать эту тему. Речь идет о новейших технологиях, о нанотехнологиях, о сверхвысоких технологиях, где участвуют и 5G-вышки, и 5G-вышки, модуляции голосом, я вам уже говорила, да, это невозможно контролировать, они управляют картанью. И смартфоны, литий-ионные батарейки, GB-кристаллы, мониторов всех абсолютно, смартфоны, телефоны, планшеты, мониторы экранов, телевизор ваших и так далее, и компьютер в том числе. Там же Wi-Fi, там же и электросети, там же и даже провода оптиковолокна. И все это, как минимум, вместе со спутниками, там всякими ретрансляторами на квартирах, домах, этой всякой самодельной фигней, которую еще раздают также соседям, террористам, такие как мы, убивать, чтобы мы рот закрывали. Хотя я в последнее время рот не открывала, но все равно убивают. В смысле, я что-то новенькое не открыла за последние там полгода, потому что у меня сил нет. Сил нет. Какие-то делать открытия, что-то вам рассказывать, предсказывать, останавливать, помогать нам и так далее. Некоторые процессы глобально замерли, потому что лично я не хочу участвовать. Лично я не хочу участвовать. Даже посмотрим. В общем, вот такие, друзья, дела. Устаешь от этого всего, истощение. И вот морально-физическое родственники не понимают. Близкие не понимают. Большинство, где-то 98% людей не втупляют. Но это засекреченные технологии. И мы как не в лаборатории, они уже не крадут лаборатории, они просто наблюдают за людьми в квартирах. На нас невидимые цифровые ошейники. На нас цифровые кандалы, называемые цифровые технологии, нанотехнологии. То, что меня на улице орошают, это нанотехнологии, которые вызывают иммунодефицит, падение не только иммунной системы, но еще любые бактерии, вирусы. Все можно запрограммировать и внедрить в вас. Эх вы, тупоголовые, простите меня за то, что я не могу еще хуже к вам обратиться. Еще с большим унижением всех тех невежественных, которым было дано три с половиной года и ничего не хотели знать и не хотят знать. И с 24-го года это глобально может расширенно начать наступление. И тогда вы будете соучастником и участником этого всего цифрового бардака. Я посмотрю на вас тогда. Посмотрю, как вы будете говорить, да, нам предупреждали, что такое я слышал. Эх, я тогда не обратил внимания, не распространял информацию, не требовалось Госдумы там какие-то законопроекты продвинуть, защищающие жертвы, тех, которые подверглись преследованию и тайным экспериментам, пентагоновским и российским в том числе. Потому что они российские или же любые страны, они своих-то не убивают. И американцы в том числе. А недоговоренность у них есть. Что они убивают и эксперименты проводят на других странах, своих не трогают. А другие страны проводят на них же эксперименты. Это одна банда, одна шайка-лейка. Вот что и происходит сейчас. Вот. Так что, а то, что вышки могут. Ого-ой. Ого-ой, если вы узнаете. Ого-ой. Мне даже страшно рассказывать вам об этом. Очень страшно все, что я узнала за последние три года. Очень страшно. Вы пойдете своими зубами эти электропровода грызть. Вначале не поверите мне. Но вы пойдете зубами грызть электропровода. Вот эти толстенные провода. Зубами грызть пойдете, чтобы выжить, захотеть. У вас такая сила жизни появится. Если, конечно, вышки к этому времени инфразвуковыми СВЧ формата не внедрят вам состояние релакса, апатии, ненужности что-либо делать. Воздействие на гормоны. И не только на гормоны. И не только на гормоны. Начиная с химтрейла, все это, все это завязано. Это чутенько так работает у них. Ну, я думаю, что у человечества, в общем-то, почти шансов. Вы сами понимаете, да? Завершите дальше. Есть или нет? Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...